Доллар США пользовался активным спросом на прошлой неделе, однако в пятницу и евро удалось отыграть часть позиций. А евро рос на фоне данных по розничным продажам в Германии. Однако подъем сдерживался заявлениями греческих кредиторов о том, что соглашение по разблокированию финпомощи все еще остается под вопросом. Для доллара США май завершился с положительными результатами. Благоприятная статистика по экономике США придала уверенности ожиданиям повышения процентных ставок ФРС в этом году, которые в свою очередь способствуют укреплению курса доллара. Противоречащие друг другу сообщения о прогрессе в вопросе помощи Греции оказывали давление на евро, на протяжении всей прошлой недели. Евро завершил торги со значением 1 доллар 9,93 цента в пятницу, практически не изменившись по итогам недели и потеряв 2% по итогам месяца. В пятницу доллар снизился против корзины основных валют после того, как данные показали, что экономика США замедлилась в первом квартале меньше, чем ожидалось. Кроме того, на прошлой неделе доллар наконец-то выбрался из узкого диапазона по отношению к японской иене, в котором он находился около четырех месяцев. Во вторник пара USDJPY поднялась до максимального значения с июля 2007 года. На торгах в четверг курс американского доллара к японской иене вырос до 13-летнего максимума на фоне ожиданий, что восстановление экономики в США ускорит сроки подъема процентных ставок. В пятницу публикация неоднозначных данных по японской экономике не смогла предать импульс иене. Так, по итогам недели иена закрылась на уровне в 124,14 пункта, упав на 2 иены 58 цен. А на товарных площадках нефть росла в цене, а индекс трейдеров к золоту был сдержанным. Цены на нефть основных эталонных сортов росли в пятницу на фоне данных по буровым установкам и коммерческим запасам США. Так стало известно, что коммерческие запасы в США по итогам предыдущей недели сократились на 2,8 миллиона баррелей. Это уже пятое снижение запасов нефти подряд, которое свидетельствует о продолжающемся сезонном росте спроса. Цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 4,5% до 60,30 долларов за баррель. За неделю котировки поднялись на 1%, а по итогам месяца – на 1,1%. Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 4,8% и составила 65,56 доллара за баррель. Недельное повышение цен составило 0,3%, а месячное снижение – 1,8%. Согласно статистике американской нефтегазовой компании Baker Hughes, число буровых установок за неделю в стране уменьшилось на 1,12% и составило 875 единиц. В годовом выражении показатель упал на 53%. В то же время золото зарегистрировало рост по итогам месяца, однако закрылось с понижением по итогам недели, так как рост доллара не давал котировкам укрепиться. Пятничный отчет по экономическому росту в США немного помог металлу смягчить падение. Фьючерсы на золото с поставкой в августе подорожали на 1 доллар, до 1189 долларов 80 центов за унцию в ходе торгов на бирже Комекс в Нью-Йорке. Майские фьючерсы на драгметалл закончили торги повышением на 0,7%, а за неделю потеряли 1,2%. Во вторник медведи столкнули котировки ниже 1200 долларов. Их активность была обусловлена внушительным повышением курса американского доллара, что сделало драгоценный металл менее привлекательным для инвесторов.